мы будем с вами готовить печеночные котлетки я перекрутила говяжью печень в мясорубке вместе с двумя дольками чеснока и маленькой головкой луком хлебушка белого чуть-чуть в молоке замочила добавила добавила две ложки сметаны все что было из холодильника мне так нравится они будут очень вкусные сочные не сухие не не подметка так две ложки сметаны яичко две ложки две-три ложки муки соль сахара щепотку всегда теперь везде кладу так и все и все больше у нас здесь с вами ничего нету должна быть густота у нас с вами определенная до чтобы они хотя полепились вот так вот получается они за счет сметанки будут нежно таких панировочных сухарях из т.д.к. сейчас если получится потому что они жутковат конечно а муки сильно много тоже не хочется добавлять вот поэтому сейчас попробуем аромат стоит классный когда добавляешь чеснок он всегда классный получится обвалять конечно жидковато я решила панировочные сухари добавить прям сам этот замес вместо банки грубо говоря мне кажется тоже будет вкусненько да-да-да девчонки называется я услепила из того что был но я вообще никогда в жизни не готовлю по одному и тому же рецепт честно я всегда что-то добавляю экспериментирую всегда у меня что-то новенькое мне так хочется в общем погнали жарить сковороду даже консистенция жидковата чтобы они сразу схватывались и вот такой ложкой буду их дозировать потому что руками это будет мучение так опачки да крестешь тебе пока нельзя такие котлетки знаю пахнет вкусно опачки конечно и дело чуть подрастешь и тоже будешь молотить да так стояли под крышкой теперь переворачиваем уже на медленном огне разогрела на сильном а сейчас я уже готовлю на медленном потому что все-таки печень говяжья и нужно практически хорошо пока красавчик обожаю печёночные котлетки оладушки кто как их называют все время вот рецепт совершенствует вкуснота красота очень нежные очень нежные за счет сметанки панировочных сухарей прям мягенькие мягенькие вообще красота супер дочь даже не поймет на шайты из печенки обалденно у меня даже с куриной печенки получали жестче тут прямо с говяжью очень мягенькие вообще здорово такая красота девчонки получается очень мягенькие супер еще у нас сегодня пришла вот такая вот посылочка крупненькая из интернет-магазина корба раша и здесь у нас очень интересные механические конструкторы для деток давайте скорее открывать и отметить смотрите как здорово они доставляют свои конструкторы да поэтому все придет в целости и сохранности упаковка прямо на высшем уровне вот они конструкторы корба девчонки это механические конструктор одета для деток от 3 до 7 лет хоть у меня ксюшу уже больше 7 но я искала вот именно такие конструкторы которые будут развивать не просто до собрал и что-то сделал а именно развивающий развивающий мелкую моторику они потом и крестюшки пригодятся. Я уверена, она будет с удовольствием в них играть. Чтобы развивалось мышление, воображение. Чтобы ей, конечно, было интересно. Естественно, чтобы это было безопасно. У нас здесь производитель Польша. Бельгийский пластик, нетоксичный, абсолютно безопасный. Прочитала большое количество отзывов на сайте. Мне понравилось. Вы знаете, искала именно что-то, ну, что-то интересное, не банальное. И вот это, на самом деле, очень интересно. Так, сейчас мы с вами все достанем. Здесь два конструктора. Один поменьше. Здесь 40 деталей. И второй побольше. Здесь у нас с вами уже 90 деталей. Смотрите, как здорово. Мне прям самой не терпится даже поиграть. Так, вот это у нас 4+. А этот, где у нас пометочка с вами? Ой-ой-ой. Так, здесь пометки не вижу. Ну, скорее всего, 3+. Корбо Раша, официальный дистрибьютор Корбо в России. И, девчонки, на сайте есть все сертификаты качества как европейского, так и российского. Давайте скорее открывать. Мне самой не терпится посмотреть, что из себя эти конструкторы представляют. При большой коробочке у нас с вами вот такой пакет. И я хочу сказать, здесь достаточно крупные детали. Да, крестюшки уже нравятся, потому что все ярко, сочно. И вот такая инструкция, по которой мы можем с вами собирать, строить и мастерить. Боже, как здорово, как интересно. Так, вау. Слушайте, как много интересного можно собрать. И как хорошо, что есть подробная инструкция. Кстати, из плотного такого материала сделанное. Здесь, наверное, даже по-польски, смотрите, в инструкции написано, да? Потрясающе. Очень здорово. Так. И здесь у нас, здесь у нас перечень деталей. Кстати, на сайте Корбараша есть даже видеоролики. Здорово. Теперь маленькая коробка. Вот с вами состав маленькой коробочки. Здесь тоже много деталей. Смотрите, какие есть веревочки. Чтобы, как на упаковке, нам с вами создавать вот такие вот качели. Здорово. И вот такая маленькая инструкция уже к этому конструктору. И перечень деталей. Но она не маленькая при развороте оказалась, да? Конструктор механический. Шестеренки все будут крутиться. От этого он делается вообще вдвойне интереснее. Так. Что у нас здесь можно собрать? Как завязывать? Качельки даже можно делать. Представляете? Ничего себе! Да, Крестюш, будем играться сегодня вечером. Конечно! Конечно, спаковал один пакетик. Сейчас посмотрим с вами детальки. Кстати, хочу сказать, пластик очень хороший. Смотрите. Без заусенцев. То есть вот маленьким деткам, если чтобы не поранились, да? Гладкий и без заусенцев. Так, запах. Вообще никакого запаха, девчонки. Вообще. Хотя он был в пакетах. То есть практически вакуумная упаковка. Пластик абсолютно не имеет никакого запаха. Отлично. Так, большая деталь. Вот такая. Ой, платформа. Их две. Ничего себе. Их две. Слушайте, тоже очень гладкий пластик. Очень хорошо обработан. Никаких заусенцев, никаких острых краев. Смотрите, видите, все скруглено. Для деток это очень важно. Мы за безопасность с вами, правильно? Ну и, конечно, подкупает то, что детали такие яркие, красочные, насыщенные. И однозначно ребенку будет интересно. Здорово. Даже вот эта деталь, казалось бы, угловатая, она на ощупь, ну, совершенно не травмоопасная. Никаким образом. Не наколешься. Даже если в рот потянешь, мне кажется. Все скруглено. Очень все здорово продумано. Мне безумно нравится. Теперь осталось дождаться Ксюшу с тренировки. И мы приступим к разбору конструктора и будем что-то собирать. Нравится? Да. Что решила собирать? Вот это. Что? А, вот это. Понятно по картинкам все? Да? Да. Кстати, сейчас на сайте скидка 20% на все наборы Кобра, поэтому успевайте. Цена и так вкусная, со скидкой еще интереснее. Собираешь по рисуночку, да, как написано? Угу. Что-то интересное получится. Какой ты нижний или верхний выбрала? Вот этот, да? Так. А, вот этот ты хочешь построить. Но здесь еще нужна одна деталь. Ты не так собрала, наверное. Так. Сейчас посмотрим. Здесь две рядом, смотри. Две рядом, а третья в сторонке. Легко собирается? А как в сторонке? Легко, но мне кажется, они крепкие, да. То есть вот он собранный, он не развалится. Витальки крепко вставляются, да? Ну-ка попробуй потряси. Не отвалятся эти трубочки? Подними всю конструкцию. Нет, крепко, да, достаточно крепко собираются. Так, дальше что у нас? Нужно еще такие же. Еще такие же? Да, я выберу по-другому что. Ты хочешь другого цвета или что? Вот этот. А ты хочешь откроть вот этот, второй? Ну, давай, конечно, откроем. Так, еще одно. Ой. Вот так. Чтобы оно вот так вот скреплялось. Да? Так, это не так, а вот так. Так, сколько нужно? Смотри, наверное, три, да? Три красненьких и скрепляются они между собой. Вот, молодец, видишь, как ты быстро догадалась. Так, ставим палочку теперь. Как вот так? Смотри, да, все верно, молодец. Ставим палочку. Так, что у нас дальше? И нам понадобятся шестереночки. Вот такая вот красная и шестеренки где-то синие. Четыре штуки. Ого, уже вращается, да? Классно? Ой, как здорово! Не просто конструктор, да, но еще и механический. Все функционирует. Мы когда достроили, догадались, что это, оказывается, у нас колодец. И мы можем водичку с вами набирать вот таким образом, да? Оп, оп, как здорово! Кстати, вот эти вот ниточки, которые были в наборе, они липкие. Они липнут вокруг деталей, то есть они липкие. Они были к скотчу приклеены. Мы просто ее прилепили. Здесь никаких узлов мудреных не надо. Ребенок просто прилепляет и отклеивает ее, что очень удобно. Ну-ка, пробуй. Классно? Здорово! Что теперь будем строить? Да, теперь нам строить не перестроить. Выбирай, сейчас построим что-нибудь еще обязательно. И вам покажем. Мы решили сделать вот такие качели, потому что интересно. Так, у нас, не, у нас две платформы, котен. Две платформы. Хорошо, что здесь написано, какие детали, в каком количестве нужны. Мы уже себе отобрали нужное количество. Нужных деталей. И начинаем сборку. Так, давай. Вот у нас две платформы. Начинаем с чего? Да, вот так, правильно, молодец. Хотя нет, вперед, смотри, вперед и как стоит. Так. Шестеренок. Шестеренок, поехали. Другой, наверное, стороной, нет? О, крутится. Ты смотри, как крутится. Уже здорово, да? Да, здесь нужно попасть, чтобы они потом у нас конструкция работала и крутят. О, уже два крутятся. Молодец, у тебя быстро получается. О, теперь все четыре крутятся. Слушай, это бизи-борд. Это для мелкой будет бизи-борд, самый настоящий. Она будет крутить колесики за ручку. Потрясающе вообще. Дальше у нас веревочки. Вот они, кстати, как выглядят. Котен, держи, я отлепляю. Вот эти держи три. Или одну бери, да, вот эту одну бери. И пробую ее прилепляй. Так, она у нас обматывается вокруг чего? Ну-ка. Она у нас обматывается. Да, просто вот приматывается к этой штучке. К вот этой. Вот, к вот этой штучке. Просто ее вокруг вот так маленький. Не, маленький кусочек достаточно. Она хорошо липнет. Вот так. Оп. И все. Смотрите, видите, она прилипла и держится крепко. И дальше прилепляем шестеренки разных цветов. Это у нас будут качельки. Ну, теперь пробуем качельки. Ну-ка. Вау, как они крутятся. Ничего себе, как разматывает. Даже отвалилось. Присобачивай. Так, покрути-ка. Слушай, ну здорово вообще. Тебе нравится? Кого на них катать будем? Кукол Лол? Таких-нибудь, да. У меня как раз кукол. Маленькие, да? Здорово. Вау. Одну интересную конструкцию собрали. Столько шестеренок, и они все крутятся, да? Будем свалить с вами сало. Моим любимым способом. Смотрите, у меня такая грудинка. Сегодня из Бермега Маркета заказ пришел. Останкина. Идеальная. Просто идеальная. Вообще красота. Я готовлю для нее рассол. Сейчас покажу. Как раз закипел. Здесь у меня чеснок. Чеснок дольками. Три лавровых листика. Грудинки у меня килограмм. На килограмм где-то я почти полный стакан соли. Ну, поменьше даже. Наверное, грамм 160 соли. Не 200 граммов. 150-160 соли. Чеснок. Паприка у меня здесь сушеная, которую я в Дом Трика заказывала. Ой, в Т-декор заказывала. Специи. И кориандр. Вот кориандр близко. Сейчас покажу. Кориандр. Чеснок, значит. И вот она вот эта вот такая паприка. В ней же и в чесноке я буду обваливать потом кусочки. Вот такой у нас получается маринад. И я люблю, знаете, как, чтобы сало побыстрее засолилось. Кидать его, не кидать, а укладывать в горячий маринад. Ой, запах какой. А, еще черный перец. Еще бы сюда черный перец горошком, но у меня его нет. Я буду укладывать в горячий маринад, потому что я хочу, чтобы оно быстрее засолилось. Выключаю плиту и складываем сало. С ней грудинку. Прям туда все это дело погружаю. У нас все с вами уместилось. Вот рамбовываем, чтобы оно было погружено. Можно чем-то пригрузить сверху, что я сейчас, наверное, и сделаю. И вот таким вот образом оно у нас будет стоять несколько часов. Через несколько часов уже можно пробовать. Но я потом хочу обвалять в чесноке и вот в этой же паприке кусочки. Сложить их в пергамент и так хранить. Если вы не спешите, то мясо можно не в горячий рассол погружать, а в холодный. Но тогда посолка будет 2-3 дня. Мне хочется уже побыстрее попробовать. Оно сверху немножко мяса варится, но от этого становится более нежным, потому что рассол горячий, да, видите, оно вот такое же серое. Внутри оно будет сырое, только снаружи так. Внутри будет красота и разрез обалденный. Люблю вот такими маленькими кусочками порционно резать. Сейчас я чем-нибудь тарелочкой пригружу. И вот так это все дело у нас будет стоять несколько часов. Делаю обсыпку для сала. Так, вот эту паприку берем с вами. Сейчас вот эту досыпаю. У меня еще один пакетик, в принципе, есть. Но я думаю, этого хватит сильно много. Я не буду посыпать, но что ты не сыпешься. И чеснок вот такой сушеный, плотный, тоже все сюда. Как это все дело выглядит. И в этом будем обваливать с вами нашу грудинку. Я все салу, салу. В парке, кстати, готовлю уже еду Крестюшку. Сейчас покажу, что Крестюшки. Ух, пара сколько! У меня здесь кусочек цветной капусты. Все свое. Четыре кусочка маленьких кабачка. Кипит на пару. И три кусочка морковки. Поменьше ее режу, потому что морковка дольше как бы готовится на твердое. Все свое, все с огорода. И вот эти овощи я не перетираю. Сейчас покажу, в каком ситечке. Вот в таком ситечке. У меня вот такой ситечкой еще от Ксюши осталось. Не блендерю сейчас ничего. Перетираю в таком ситечке и кушаем вот из этой тарелочки. Которая с Алиэкспресса, кстати, посуда изумительная вообще. И ложка вот это нормально заходит. Мне очень нравится именно такой набор овощей, потому что морковка, она дает вкус. Я начинала с маленького кусочка, с вот такого вот. Потому что все-таки это рыжая, такая яркая, яркий овощ, да. Вот. Начинала я вообще с брокколи. Купила одну баночку, потому что брокколи своего не было. Было интересно, да, она с удовольствием кушала. И потом все свое. Если с Ксюши у меня были практически одни банки первые несколько месяцев, точно, когда уже нормально едет осталось, общего стола тогда, да, то здесь я хочу готовить все сама вот таким вот образом. Банки эти, честно говоря, нафиг не нужны, потому что с хорошим составом, на самом деле, даже баночку детку найти тяжело, да. Крахмал там и всякую ерунду добавляют по-любому. Вот. Я ее перетираю, но с удовольствием кушает. Она у меня ложку прям отнимает и тарелку хочет отнять. Ей хочется уже самой, но, естественно, у нее пока не получится. Вот потихоньку морковку выводила, увеличиваю ее количество. И с морковкой очень нравится. Отдельно кабачки готовила, отдельно цветную капусту. Но больше ей нравится вот такой вот микс, хотя она все с удовольствием кушает. Вот потихоньку кушаем овощи. Не знаю, месяцев, наверное, в пять-пять с половиной попробуем что-нибудь еще. Пока разные овощи вот так миксую. Мне, конечно, хочется ей уже добавить туда что-нибудь интересненькое, например. Чуть-чуть лука и так далее, но все еще рано. Потому что все, естественно, пресное, не подсоленное. Но, тем не менее, ей нравится. И пока свои овощи, осень, будем кушать свои овощи. Таким образом пригрузила сало, поставила тарелку сверху банку. Вот и все стоит. Что смотрим, что там с нашим салом. Тарелочку убираем. Вот как она выглядит. Сейчас мы его с вами слегка просушим. Я несколько кусочков пока достану, потому что уж очень хочется попробовать на ужин. Остальные пусть еще помаринуются. Сушили бумажным полотенцем или как вам нравится. И обваливаем в нашей с вами смеси. Не очень-то хорошо она прилипает, скажем так. Но мы ее прижмем пергаментом. И она пропитается за счет сока грудинки. И таким образом будем хранить. Положим в холодильник на часик. Наверное, вот так. Пока два кусочка достала, остальное пусть еще полежит. Вот так обсыпаем. Потом и чеснок, и паприка. Они дадут сок. Точнее мясо даст сок. И они размокнут, окрасят кусочки грудинки в красный цвет. И будет безумно, девчонки, вкусно. Таким горячим методом, когда солишь сало или грудинку, кожуринка и само мясо получается очень мягким и нежным. Нежели сухим. Потому что сейчас мы с вами знаем, хорошее мясо найти трудно. Но вот эта вот грудиночка была очень хорошая. Но таким горячим методом у нас с вами любой кусочек мяса станет очень нежненьким. Все, вот так обваляли. И заворачиваем в пергамент, либо в пленку, в пищевую, как вам удобнее. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok